Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой, А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Сегодня мы продолжаем путешествие в удивительный мир православной иконы. И будем говорить об иконографии мучеников. Мученики – это христиане, которые за веру в Иисуса Христа приняли мучения и смерть. В первые века христианства языческие правители часто воздвигали гонения на тех, кто исповедовал Христа. Но многие христиане не отрекались от Бога и страдали за свою веру. Посмотрите, ребята, перед нами греческая икона святого мученика. Мы видим на ней надпись «Мартирос». Это греческое слово означает «свидетель». Святые мученики – это свидетели Христовы. Они своей жизнью и мученической смертью засвидетельствовали, что после кончины христианина ждет Царство Небесное. Многие люди, видя их бесстрашие и подвиг, укреплялись в вере. Поэтому они считаются столпами церкви. И в храме их изображают на столпах – колоннах, поддерживающих своды. На иконах мучеников много красного цвета. Это символ их страдания за веру. В руках у них часто можно увидеть крест – знак жертвенности и проповеди веры. Многие древние мученики были воинами. Поэтому и на иконах их пишут в воинских доспехах. Например, великомученика и победоносца Георгия. Женщины тоже часто становились мученицами. Внешняя хрупкость сочеталась у них с твердостью духа. Такими были великомученицы Анастасия, Варвара, мученица Татьяна. На иконах мы можем видеть их в простых одеждах, как мученицу Татьяну, и в царских, как великомученицу Екатерину, соответственно, их земной жизни. На некоторых иконах, как, например, на этой, встречается изображение орудий казни. Но главное на иконе – это, конечно же, лик. Подробности встречаются только там, где они нужны, чтобы подчеркнуть особый подвиг христианина. Святые мученики были не только в древности. Совсем недавно, когда жили наши бабушки и дедушки, тоже были времена гонений. За веру пострадало великое множество христиан. Их арестовывали и казнили. Но они были тверды и за свой подвиг теперь пребывают в Царстве Небесном. Совсем скоро Святая Церковь будет совершать память всех новых мучеников и исповедников российских, за Христа пострадавших, явленных и неявленных. Перед нами их икона. Это удивительный образ, дорогие ребята. Он написан совсем недавно, несколько лет назад. Но по всем древним церковным правилам. Собор новомучеников изображен на фоне большого белого храма. Это храм Христа Спасителя в Москве. Храм-мученик. Он тоже пострадал и был полностью разрушен. Но силы зла торжествовали недолго. Храм восстал из руин. Он воскрес в своем прежнем величии. Собор, который изображен на иконе, не только образ какого-то одного храма. Он обозначает всю церковь. Символизирует Царство Небесное. В центре иконы мы видим большой крест. Он как бы осеняет всех праведников. Мы ведь знаем, что крест – это символ мучеников. Но еще это знак торжества церкви над грехом и злом. Слева и справа от креста множество людей, пострадавших за веру. Здесь и святейший патриарх Тихон. Множество епископов, священников и мирян. В центре – царственные мученики. Последний государь Николай II. И вся семья царственных страстотерпцев. Они тоже приняли мученическую кончину от рук гонителей православной веры. Обратите внимание, друзья, как много на иконе красного цвета. Даже мантии у монахов красные. Это, повторюсь, символ мученичества за веру. Ниже креста мы видим престол с раскрытым Евангелием. Он тоже красный. Но здесь другой символ. В храме престол в красном облачении бывает в дни Пасхи, светлого Христового Воскресения. Поэтому красный цвет престола – это символ вечной пасхальной радости в Царстве Небесном, где пребывают мученики. Это знак победы над адом и смертью. На иконе новомучеников мы видим и маленьких детей. Они тоже пострадали за Христа и стали мучениками. Чему же нас учит их пример? Быть твердыми в вере. И если потребуются, не боятся пострадать за Христа. Что же еще необычного можно увидеть на этой иконе? Множество нимбов, уходящих вдаль. Это иконописный символ. Так, ребята, обозначают множество неведомых подвижников, чьи имена знает только Господь. Вот сколько интересного могут рассказать нам иконы святых мучеников. Но есть еще много и других тайн, неведомых нам. О них мы будем говорить в следующих передачах. А сейчас, дорогие ребята, я прощаюсь с вами. До новых встреч. Дохранит вас Господь по молитвам Божьей Матери, святых мучеников и всех святых. Субтитры создавал DimaTorzok